Картина Леонида Быкова «В бой идут одни старики» по праву относится к лучшим советским фильмам о Великой Отечественной войне. Режиссеру удалось создать поистине уникальное кино, в котором на фоне суровых будней войны находится место чему-то светлому – дружбе, преданности, любви и, конечно, музыке. И сегодня мы поговорим о том, как снимался этот фильм и что осталось за кадром. Кто стал прототипом главных героев и какие сцены были взяты из реальной жизни. Почему лента о поющей эскадрилье едва не легла на полку и кто помог ей выйти на экраны. Где сейчас находится самолет «Маэстро» и что общего между ним и российским внедорожником. А еще узнаем, о чем Леонид Быков мечтал всю свою жизнь и на что ему пришлось пойти ради этой мечты. Леонид Быков с детства мечтал стать летчиком. Однако закончить летное училище ему так и не удалось. Первая попытка поступления в 1943 году обернулась провалом. Из-за его маленького роста, всего 163 см, и маленькой хитрости Леонид приписал себе пару лет. Обман был раскрыт и несостоявшегося летчика отправили домой. Во второй раз настойчивый парень все-таки поступил во вторую ленинградскую спецшколу военно-воздушных сил в 1945 году. Однако война закончилась и учебное заведение расформировали. Но, несмотря ни на что, Леониду Быкову удалось стать летчиком. Правда, не в реальной жизни, а на экране. В его собственной картине в бой идут одни старики. Сценарий фильма Леонид Федорович написал в соавторстве с Евгением Анаприенко и Александром Сацким. В его основу легли воспоминания прославленных летчиков Советского Союза и подлинные события времен Великой Отечественной войны. Однако наверху сценарий забраковали, заявив, что вся эта история больше похожа на оперетту. Вместо того, чтобы самоотверженно защищать родину в боях, герои распевают песни. Но Быков не отчаялся. Бывая на гастролях в разных городах Советского Союза, он стал зачитывать со сцены отдельные эпизоды из сценария, чем вызвал у публики настоящий восторг. Кроме того, идею снять подобную картину поддержали и бывшие фронтовики. В итоге киноначальство сдалось и сценарий был одобрен. В феврале 1973 года стартовал подготовительный период. Большую помощь в работе над фильмом оказал маршал авиации, легендарный летчик, трижды герой Советского Союза Александр Иванович Покрышкин. Именно к нему Леонид Быков обратился с просьбой выделить несколько самолетов для съемок. В те времена выходило немало фильмов о войне, но далеко не все оказывались достойными зрительского внимания. Поэтому Александр Иванович поначалу скептически отнесся к идее снять очередную подобную историю. Но прочитав оставленный ему экземпляр сценария, причем всего за одну ночь, он был просто потрясен и тут же распорядился выдать режиссеру для наземных съемок пять самолетов. Четыре учебно-тренировочных яка и один чехословацкий Злин Z-326, которому предстояло на время перевоплотиться в Мессершмитт. Машины были доставлены на место съемок – на киевский аэродром «Чайка», где их перекрасили и придали соответствующий внешний вид. А вот с бипланом У-2 помог начальник военно-воздушной академии имени Гагарина, маршал авиации Сергей Руденко. В свое время в ВУЗе был создан музей военно-воздушных сил. В его экспозиции был ПО-2 выпуска 45-го года. Его-то и одолжили для съемок. Стоит сказать, что У-2 и ПО-2, он же знаменитый кукурузник, это одна и та же модель. Просто в 44-м году, после смерти его создателя, авиаконструктора Николая Поликарпова, самолет был переименован. Помимо поиска военной техники, Быкову пришлось столкнуться с еще одной проблемой. Вместо цветной широкоформатной пленки, ему выделили узкоформатную черно-белую. Между тем, в черно-белом варианте картина получилась более реалистичной. Особенно если учесть использование черно-белых кадров в хронике военных лет. Все это позволило органично совместить реалии войны с художественным вымыслом. Как у тебя там, маэстро? Я нормально, падаю! В качестве консультантов фильма выступили генерал-лейтенант авиации, герой Советского Союза Семен Харламов и заслуженный военный летчик СССР Анатолий Иванов. А в воздушных съемках принимали участие летчики ДОСААФ УССР под руководством Николая Титовского. Бывшие фронтовики помогали приспособить спортивные самолеты для крупных планов, а художники из киногруппы старательно их разрисовывали. Надо сказать, что самолеты раскрашивали гуашью, чтобы потом все можно было смыть. Но если вдруг ночью шел дождь, весь камуфляж тут же расплывался. Поэтому художники приноровились в гуашь добавлять клей, и вышло просто отлично. Правда, потом, по окончании съемок, быстро отмыть самолеты не получилось. И когда летчики возобновили учебные полеты, то больше недели летали кто со звездами, а кто и со свастикой на борту, вызывая недоумение у местного населения. Дорогой ты наш У-2. Работяга-кукурузник. Ну ничего, когда-нибудь мы тебе поставим памятник. Но больше волнений съемочной группе принес тот самый работяга-кукурузник. Как уже было сказано, самолет позаимствовали из музея ВВС. Он давно уже не летал, но двигатель запускался. Летчица Людмила Петраш, чемпионка Украины по самолетному спорту, виртуозно водила его по земле. Однако у старого По-2 была одна маленькая особенность. У него не было тормозов. И когда снимали сцену прилета девушек, самолет должен был проехать по аэродрому и затормозить в паре метров от камеры. Летчица, видимо, чуть-чуть не рассчитала, и кукурузник покатился прямо на оператора. Тот в ужасе пустился на утек. А все, кто были рядом, дружно бросились за самолетом и стали хватать его. Кто за хвост, кто за крылья. И буквально перед самой камерой все-таки остановили. Кстати, Леонид Быков, играя командира поющей эскадрильи, наконец исполнил мечту своего детства. Поднялся в небо в кабине самолета. По словам коллег, он часто говорил, «Если бы не это проклятущее кино, был бы я летчиком. В небе, где нет дорог и правил уличного движения, а есть только простор и воля, летал бы, как демон». «Можешь за хвост подержаться, дракон уже не кусается». Леонид Быков по возрасту не успел побывать на фронте. И все же война наложила свой отпечаток на его жизнь и характер. Связав свою судьбу с кинематографом, он часто повторял, «Моя мечта – поставить и сыграть реквием о солдате, не вернувшемся с войны». И ему это удалось. В фильме «В бой идут одни старики» Леонид Федорович побывал по обе стороны камеры, выступив в качестве режиссера и главного героя картины. Командира эскадрильи капитана Титаренко, в котором было неистребимое мальчишеское лукавство и в то же время тяжкий груз понесенных утрат. «Будем жить, пехота». Одним из прототипов КМС Катитаренко стал дважды герой Советского Союза летчик Виталий Попков. В годы войны он служил в 5-м гвардейском истребительном авиационном полку, а его эскадрилья была прозвана «Поющей», потому что в ней имелся собственный хор и импровизированный джаз-оркестр, которым Виталий Иванович лично руководил. Кстати, именно у него был позывной «Маэстро» и, соответственно, такое же прозвище. О самой музыкальной эскадрилье узнал Леонид Утесов и как-то даже приехал в гости и привез в подарок два самолета. На каждой машине с одной стороны красовалась надпись «Веселые ребята», а с другой – от джаз-оркестра Леонида Утесова. А еще Леонид Осипович подарил летчикам несколько десятков пластинок, чтобы поющая эскадрилья пополняла свой репертуар. Впрочем, в фильме «Маэстро», как и другие персонажи, – это собирательный образ, созданный на основе воспоминаний многих ветеранов войны. Кое-кто находит в его персоне черты другого советского летчика – героя Советского Союза Василия Емельяненко. До поступления в летную школу Василий Борисович учился в Московской консерватории на композиторском факультете. Возможно, этим объясняется тот факт, что на фюзеляже его самолета красовался нотный стан. Так что идею с нотами на самолете «Маэстро» позаимствовали у него. Пилотом можешь ты не быть, летать научим все равно, но музыкантом быть обязан. Кстати, у многих возникает вопрос, из какой мелодии эти ноты. Все, кто знаком с музыкальной грамотой, без труда узнают четыре нотки из соль-мажорного тонического трезвучия. Правда, диез при ключе почему-то расположился на одну линию ниже. Но в данном случае это не так уж и важно. Скорее всего, эта надпись не отсылка к какой-либо песне, а просто символ любви к музыке и стремления к прекрасному, которое не угасает даже в пору самых суровых испытаний. Ну и, конечно, еще одно подтверждение главного жизненного принципа «Маэстро». «Война – это все приходящее, а музыка – вечно». Увидеть легендарную боевую машину капитана Читаренко можно не только на экране. На данный момент этот самолет находится в Государственном музее авиации имени Антонова в Кейде. Правда, киношный грим с нее давно сняли. Да и ноты на борту в ходе реставрации нарисовали не совсем так, как было. Поэтому модель нельзя назвать точной копией самолета «Маэстро». Стоит сказать, что рисунок в виде нотного стана с самолета «Маэстро» сегодня можно встретить на множестве транспортных средств. А Ульяновский автозавод даже выпустил так называемую победную серию внедорожника «УАЗ Хантер» с узнаваемой картинкой на борту, приурочив это событие к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Что касается полета «Маэстро» на трофейном Мессершмите, закончившегося потасовкой с пехотинцами, подобные случаи, как оказалось, бывали на самом деле. Наши летчики, как впрочем и немецкие, нередко использовали для разведполетов трофейные самолеты. Виталий Попко вспоминал похожий инцидент из своего боевого прошлого, когда пехотинцы приняли его за немецкого летчика и решили проучить незваного гостя. И лишь сочная затрещина в ответ помогла доказать, что он вовсе не фриц, а свой. Кажись, свой! Да и последующее примирительное застолье с кружкой спирта еще раз подтвердило этот факт. Мы могем! Не могем, а могим! Ха-ха-ха, хорошо! А еще чистой правдой является неписаный обычай Великой Отечественной войны, позволяющий махнуть не глядя. Макарыч, принимай аппарат! Во, махнул не глядя! Согласно этой традиции, советские военнослужащие, независимо от должности и звания, забавы ради обменивались разнообразными личными вещами, не зная заранее, что и на что меняют. Причем ценность вещей особой роли не играла. Извини, танка не было. Картина «В бой идут одни старики» – это история жизни подвига молодых летчиков, которые в суровых фронтовых буднях из необстрелянных желторотиков превращались в отважных воинов, получали стальную закалку и нередко отдавали жизни во имя победы. Даже зная сюжет наизусть, зрители все равно продолжаются переживать любимым героям. Кто? Смуглянка. Образ Виктора Щедронова, того самого Смуглянки, появился в фильме «Неслучайно». В его персоне Леонид Федорович изобразил своего друга Виктора, который погиб на фронте в 1945 году. Изначально на роль Смуглянки режиссер пригласил Анатолия Матешко. Молодой актер успешно прошел пробы и приступил к съемкам. Но в самый разгар работы вдруг пришла телеграмма с киностудии с требованием отпустить его для участия в другом фильме. Выхода не было, пришлось срочно искать замену. И когда ассистент режиссера привез из Киева первокурсников театрального института для съемок у массовки, Быков профессиональным взглядом выбрал из ребят Сергея Подгорного и сказал «Так, читай сценарий, переодевайся и давай на площадку. Будешь играть Смуглянку». Так скромный парень с лучезарной улыбкой получил свою звездную роль. Разумеется, многие сцены пришлось переснимать. Но некоторые кадры с Анатолием Матешко все-таки остались в фильме. Например, в сцене прилета девушек. А еще в одном из эпизодов именно он утешает Кузнечика. Да не унывай, Кузнечик. Пока подежуришь, АКМС как отойдет. Роль Кузнечика Леонид Быков планировал отдать Владимиру Конкину. Но в тот момент он был занят в картине «Как закалялась сталь» и вынужден был отказаться. Поэтому в образе молоденького лейтенанта Александрова, сына выдающегося профессора палеоботаника, появился 22-летний актер Сергей Иванов. А я, между прочим, не в филармонию пришел наниматься, а драться. По его словам, он пробился на эту роль благодаря собственному нахальству, заранее прочитав сценарий и лично предложил свою кандидатуру Леониду Быкову. Противостоять такому напору Леонид Федорович не сумел. Решил, а почему бы не попробовать? И не прогадал. Кузнечик. Прототипом Кузнечика также считается Виталий Попков. Виталий Иванович шутил, что в фильме его раздвоили, сделав одновременно и маэстро, и Кузнечиком. Кстати, именно из его биографии Леонид Быков позаимствовал историю о вечном дежурном за дерзкое воздушное лихачество над аэродромом. От полетов отстранить, 100 грамм не давать, назначить дежурным, вечным дежурным по аэродрому. Более двух месяцев Виталий Иванович был отстранен от полетов, а только принимал и отправлял самолеты, взяв в помощницы приблудившуюся собачку. Есть версия, что роль четвероногого друга Кузнечика сыграла дворняжка Анка. На съемочную площадку ее привел работник цирка Николай Кунцевич. Чтобы научить собаку вовремя выскакивать из самолета, Кунцевич ложился в кабине, так, чтобы не попасть в объектив камеры, и придерживал животное. А его ассистентка звала собаку с улицы. Анка лихо выпрыгивала из самолета и во весь опор мчалась на голос, за что сразу же получала лакомство. А вот для того, чтобы собачка постоянно крутилась возле Кузнечика, ему посоветовали носить в кармане кусочек мяса. И в тот же миг влюбленное создание, включив форсаж, умчалась на свидание. Романтичного Ромео, которого блестяще сыграл узбекский актер Рустам Сагдулаев, Леонид Быков увидел на съемках фильма «Мой добрый человек» у Равиля Батырова. Обычно во время съемок режиссеры запрещают своим актерам участвовать в других проектах. Но Батыров вдруг произнес, «Ну раз моего актера приглашает студия имени Довженко, то я его отпускаю». Так Рустам Сагдулаев одновременно снялся в двух картинах. В фильме есть несколько кадров, где его герой появляется в шлемофоне. Это была маленькая хитрость. В ленте «Мой добрый человек» у Рустама должны быть длинные волосы. Поэтому на съемках стариков их приходилось прикрывать. Зато, когда он закончил работать с Батыровым, прическу привели в порядок. Вот тогда уже можно было сниматься с открытой головой. Кстати, при первом просмотре рабочего материала, актер настолько себе не понравился, что даже подумывал уйти из картины. К счастью, режиссер его уговорил. Леонид Быков умел находить нужные слова, чтобы подбодрить и вдохновить своих актеров. Рустам Сагдулаев до сих пор с теплом вспоминает процесс съемок, своих коллег и душевную атмосферу на площадке. Как толкали в кадре сломавшийся У-2, а поодаль от камеры всего в нескольких метрах. Вану Янбелидзе, игравший летчика из Грузии, готовил невероятно вкусный шашлык для всей съемочной группы. Были совместные посиделки, приятное дружеское общение, шутки, смех и, конечно, романтика. Это по-узбекски. Я люблю вас, Маша. Трогательный дуэт лейтенанта Сагдулаева и летчицы Маши в исполнении 18-летней Евгении Симоновой стал украшением картины и запомнился многим зрителям. Им даже роман приписывали. Но сами актеры утверждают, что это все выдумки. Евгения Павлова рассказывает, что на пробах очень смущалась. Но Леонид Быков просто пожал ей руку, и все прошло. Была маленькая проба, и режиссер сразу ее утвердил. Впоследствии актриса называла работу с Быковым подарком судьбы, а его самого – своим крестным отцом в кино. По сюжету фильма Маша была из женской авиачасти. Во время войны в составе советских ВВС действительно существовал женский авиационный полк, получивший прозвище «Ночные ведьмы». Все их боевые вылеты были исключительно ночными. Девушки летали на легких бипланах У-2. Добираясь до цели, они отключали моторы, практически беззвучно планировали и сбрасывали бомбы на вражеские позиции. Есть версия, что у Ромео и Маши были реальные прототипы. Летчик из Узбекистана Николай Морисаев и его возлюбленная Галина Туберелидзе. Правда, в отличие от фильма, девушка была не летчицей, а оружейницей и погибла во время бомбовой атаки на аэродром. А через некоторое время не стало и Николая. Командир, я сел. В роли Зои на экране появилась Ольга Матешко, сестра актера Анатолия Матешко. Актриса вспоминает, что очень волновалась перед танцевальным эпизодом. Говорили, что их будет учить профессиональный хореограф. Однако на репетиции он так и не появился. И в качестве преподавателя танцев выступил сам Леонид Быков. Режиссер пригласил актрису на танец. И всю ее скованность как рукой сняло. Повторяя движения за Леонида Федоровичем, все – и желторотики, и старики – танцевали настолько самозабвенно, что даже забыли, что время репетиции давно истекло. Причем словесных объяснений по сцене режиссер не давал, а актеры уже знали, как надо вести себя в кадре. Рыстать не умеют, стрелять тоже пока не умеют. Но орлы… В целом, эпизод с визитом девушек привнес в сюжет нотку романтики и очарования. Прототипом летчицы Зои стала Надежда Попова, заместитель командира эскадрильи женского авиаполка, тех самых ночных ведьм. В отличие от своей героини, она прошла всю войну и позже вышла замуж за летчика истребительного полка, героя Советского Союза Семена Харламова, который выступил консультантом фильма. Надежда Васильевна не отставала в храбрости от своего супруга и тоже была удостоена звания героя Советского Союза. Они поженились после войны и прожили вместе 45 лет. Внимание некоторых зрителей привлекла куколка в военной форме. Подобная игрушка была у летчицы Галины Докутович, штурмана женского авиаполка, прозванного «Ночные ведьмы». Эту куклу ей подарил знакомый летчик, и девушка всегда брала ее с собой на задание. И лишь однажды Галя в спешке позабыла свой талисман. Кто знает, мистика это или случайность, но с этого задания девушка не вернулась. Как не вернулись из очередного боя и героини фильма. Сцена, где маэстро Макарыч и Кузнечик обнаруживают памятник погибшим летчицам, была очень эмоциональной. На кинопробах актеры, а с ними и вся съемочная группа, украдкой утирали слезы. Алексей Смирнов, сыгравший механика Макарыча, сам прошел всю войну и был не понаслышке знаком с ее ужасами. В кадре он плакал на самом деле, вспоминая суровые испытания и потери. И Леонид Быков больше не отважился напоминать ему об его. Поэтому сцену переснимать не стали. И в картину вошел эпизод с кинопроб. Многие помнят Алексея Смирнова по комедийным ролям. Но именно в этой картине он воплотил свою мечту, вырвавшись за рамки привычного амплуа. Актер очень гордился ролью Макарыча. И порой сокрушался, что так поздно нашел своего режиссера. Не считается. Вот. С Леонидом Быковым их объединяла крепкая дружба. Встретив родственную душу, Быков подарил Смирнову шанс появиться на экране в совершенно ином образе. Хорошо знавший и понимавший людей, за грубоватой внешностью он разглядел тонкую натуру. Алексей Макарович был умный и ранимый человек, который имел широкий круг интересов и очень много знал, но никогда этим не хвастал. Однако киноначальство категорически возражало против кандидатуры Смирнова. Кому-то даже хватило наглости заявить, да у него же тупое лицо. На что Быков тут же ответил, что Алексей Макарович – бывший фронтовик и герой войны. Дважды кавалер Ордена Славы и кавалер Ордена Красной Звезды имеет медали за отвагу и за боевые заслуги. А еще поставил вопрос ребром. Либо он снимает Смирнова, либо отказывается от этой работы. В конце концов, сопротивление было сломлено. И вот на протяжении многих лет на экране механик Макарович поотечески заботится о капитане Титаренко. Содержит в порядке его боевую машину и каждый раз преданно ждет своего Алешку с очередного задания. Самое тяжелое в нашей работе – ждать. Дружба Леонида Быкова и Алексея Смирнова была настолько крепкой, что после ухода первого вскоре не стало и второго. 11 апреля 1979 года Леонид Федорович трагически погиб в автокатастрофе. Когда Смирнов об этом узнал, страшное известие его подкосило. Он так и не смог смириться с потерей друга и в результате попал в больницу. А в день выписки, 7 мая, актер скончался. Память об Алексее Смирнове бережно хранят на его родине – в городе Данила в Ярославской области. В 2016 году там открыли кинотеатр под названием «Макарыч», в честь героя, которого сыграл их знаменитый земляк. На территории Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба, а также на аэродроме Дягилева в Рязани, механику Макарычу установили памятники. А на студии «Ленфильм» в феврале 2020 года в год столетия Алексея Смирнова была торжественно открыта мемориальная доска. Коллеги вспоминают, что изначально на роль механика Макарыча был утвержден актер Черниговского драматического театра Виктор Мирошниченко. Но поскольку Быков настоял на кандидатуре Смирнова, Виктору Николаевичу досталась роль командира полка. Здорово, батя! Здорово! Черт везучий! Образ «Бати» актер взял из реальной жизни. В свое время он служил в Прибалтике, в каком-то летном полку истребительной авиации. И там у них был старшина. Душевный человек, который заботился о солдатах, как о собственных сыновьях. За что они прозвали его «Батей». Именно его черты Виктор Мирошниченко воплотил на экране в образе комполка. Правда, была одна проблема. По сценарию он сибиряк, с этакой широкой душой и с характерной речью. Поэтому актер сомневался. Удастся ли ему в этой роли выразить сибирский колорит? Но Быков ответил. «Да ты, Витя, не волнуйся. Раскрепостись и давай с черниговским колоритом». Так и появился на экране командир полка Ермаков. Пусть даже с украинским акцентом. Но другого актера на его месте сегодня сложно представить. Старшего лейтенанта Скворцова, который переживал душевный кризис, но сумел победить собственные страхи, блестяще сыграл актер студии Довженко Владимир Талашко. У его героя был реальный прототип. Летчик Владимир Барабанов, служивший в одном полку с Виталием Попковым. Виталий Иванович вспоминал, что как-то во время тяжелой схватки с врагом у Владимира дрогнуло сердце, и он самовольно вышел из боя. Ребята из эскадрильи все дружно ополчились против него. Но Виталий Попков не стал докладывать начальству об инциденте, а поговорил с ним по душам и помог взять себя в руки. «Снаешь, Серега, в жизни бывают минуты, когда человеку никто, никто не может помочь. Рождается сам и умирает сам». И в следующем бою тот одержал победу, сбил два вражеских самолета. Судьба Владимира Барабанова сложилась так же, как и у Сергея Скворцова. В тяжелом бою в его самолет попал зенитный снаряд, и он направил горящую машину на немецкую автоколонну. А на прощание произнес вставшую впоследствии крылатой фразу. «Ребята, будем жить!» Отдельно стоит сказать о красавце-летчике по фамилии Алябьев. На самом деле, киношный сибиряк был родом из Винницы. И сыграл его актер киностудии Довженко, добрый друг Леонида Быкова – Алим Федоринский. Образ летчика Алябьева тоже символичен. Во время войны, когда семья Леонида Быкова находилась в эвакуации в Барнауле, их приютила в своем доме семья Алябьевых. Хозяева делили с Быковыми кровь и хлеб, а маленький Леня подружился с их сыном Колей. Ребята вместе играли и даже спали на одной кровати. В благодарность за доброту и гостеприимство в те суровые времена Леонид Федорович решил увековечить эту фамилию в своей картине, дав ее одному из летчиков и по совместительству баянисту второй поющей эскадрильи. Алим Владимирович вспоминал, что изначально у его героя было больше реплик в сценарии. Но так вышло, что актер простудил лицевой нерв, и половину лица парализовало. В итоге он попал в больницу на полтора месяца, поэтому роль Алябьева пришлось немного сократить. Зато на съемках актеру удалось полетать. Вместе с летчиком Виктором Соловьевым они поднимались в воздух на самолете, изображавшем трофейный Массершмитт. А еще удалось с коллегами прямо в кадре покушать аппетитных вареников. Кстати, самым большим ценителем этого блюда был актер Александр Немченко. Зная его страсть к вареникам, режиссер решил эффектно обыграть ее на экране. В картину «В бой идут одни старики» актер попал, будучи студентом Киевского театрального института. Леонид Быков пришел прямо в вуз в поисках молодых актеров, которые умели бы петь и играть на музыкальных инструментах. Режиссер объяснил, что фильм будет о войне, и попросил спеть любую песню военных лет. Но Александр так разволновался, что сумел вспомнить лишь одну композицию. Громко объявил «Песня дезертира» из фильма «Бумбараш» и спел так чисто и звонко, что и сам не ожидал. Закончив песню, в ужасе поднял голову на Быкова. А тот вдруг сказал, «А ты знаешь? Ничего. Насчет темы ты, конечно, погорячился, но зато искренне и очень задорно. Годится». Актер вспоминал, что после выхода «Стариков» на творческих встречах к нему и коллегам-артистам часто подходили зрители и благодарили за победу. В глазах публики они настолько слились с персонажами фильма, что кое у кого в самом деле сложилось мнение, будто бы они летчики-фронтовики. Правда, когда актера спрашивали, сколько часов он налетал, Александр честно признавался, что нисколько. И в самолете на самом деле его укачивали. Но когда играл в фильме, старался выглядеть настоящим бойцом. Бесспорно. И ему и его коллегам это удалось. Ты Енисей видел? Не видел. А ты Цхамискаль видел? Горячего кавказского парня Вано Кабахидзе сыграл грузинский актер Вано Яндбылидзе. Есть версия, что этот образ Леонид Быков создал в память об отважном парне Вано Габунии, погибшем при таране немецкого истребителя. А в образе лейтенанта Воробьева выступил Вилорий Пащенко. Кстати, единственный из актеров, сыгравших летчиков второй поющей, у кого было музыкальное образование. Вилорий Иванович вспоминает, что ту самую знаменитую смуглянку режиссеру напел именно он. Съявули подсказки, или Быков сам планировал использовать эту композицию, но смуглянка вошла в картину и стала ее визитной карточкой. Раз пудрявый, крыл зеленый лист призной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Будучи подростком, Леонид Федорович впервые услышал эту песню в поезде. В вагоне ее пели друзья-фронтовики. Зажигательная мелодия так запала в душу юному мечтателю, что он пронес ее через всю свою жизнь и заново открыл публике в своей картине. Авторами смуглянки были поэт Яков Шведов и композитор Анатолий Новиков. По разным версиям она была написана в 1939 или 1940 году, как песня о бессарабских партизанах, героях гражданской войны. Но на тот момент особой популярности не снискала. Ее называли слишком легкомысленной и чуждой советскому человеку в такое сложное время. Со сцены она была исполнена всего один раз. В 1944 году ее спел краснознаменный ансамбль имени Александрова. А потом о песне словно забыли и через несколько десятков лет смуглянка родилась второй раз. В фильме в бой идут одни старики. Примечательно, что в рамках этой картины песня уже воспринималась как история о партизанах времен Великой Отечественной войны. Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне. От винта? Стоит сказать, что за три года до трагической гибели Леонид Быков оставил письмо завещанию, в котором просил, чтобы на его могиле актеры, сыгравшие летчиков второй эскадрильи, спели смуглянку от начала и до конца. Его просьба была исполнена. 13 апреля 79 года на Байковом кладбище, не сумев сдержать слез, вторая поющая в последний раз исполнила своему командиру его любимую песню. Вокальная партию в фильме записывали профессиональные певцы. Так в начале картины смуглянка звучит в исполнении Мурада Садыкова. Мелодичную украинскую песню на слова Михаила Старицкого, «Ничьяка месячна», спел Николай Кондратюк. А завершающим аккордом ленты стала проникновенная композиция Марка Фрадкина на стихи Роберта Рождественского «За того парня, который исполнил Лев Лещенко». Сдача картины в Госкино состоялась в декабре 73-го года. На нее были приглашены не только высокие чины украинского кинематографа, но и те, о ком рассказывал фильм «Летчики-фронтовики». Когда в зале зажгли свет, многие зрители утирали слезы. Между тем, одному из представителей Минкульта Украины, фильм не понравился. Мол, что это такое? Одни гибнут, а другие песенки поют? На войне такого не было и быть не могло. А когда его спросили, а вы сами-то были на фронте? Чиновник ответил, что не был. Но если летчики поют, танцуют, влюбляются, кто же тогда родину защищает? И тогда ему возразили ветераны, что война – это не только бои, смерть и горечь утраты, но также дружба и настоящее братство, и любовь, и песня, что именно песня придавала силы, грела душу и помогала выжить. Горячо отстаивал картину и главнокомандующий ВВС главный маршал авиации Павел Кутахов. Своё слово сказали и Александр Покрышкин, и Виталий Попков, и всё-таки отстояли. Правда, скорее всего, самыми убедительными доводами стали не слова, а звания и звёзды героев Советского Союза. Премьера фильма «В бой идут одни старики» состоялась в январе 1974 года. После финальных титров повисла минутная тишина, и зал взорвался громом аплодисментов. Были улыбки и слёзы. Бывшие фронтовики признавались, будто снова пережили военную юность, а взволнованная молодёжь осмысливала увиденное. На широкий экран картина вышла 12 августа, и в одночасье стала популярной. Кинотеатры были переполнены, очереди за билетами занимались раннего утра. До конца года «Стариков» посмотрело более 44 миллионов зрителей. Со всех уголков огромной страны приходили письма со словами благодарности и восхищения. Насколько глубока правда жизни на экране, и как сильно она затронула души зрителей. Картина была отмечена наградами на кинофестивале в Баку, в Сопоте и Карловых Варах. А Леонид Быков получил первую премию за лучшую мужскую роль. А также был удостоен государственной премии Украинской ССР имени Тараса Шевченко. Сегодня в бой идут одни старики. Со дня выхода на экраны фильма «В бой идут одни старики» прошло без малого полвека. Но народная любовь к нему не угасает. А в 2009 году зрители получили возможность по-новому взглянуть на любимых героев. Фильм был колоризирован и отреставрирован. Цветная версия стариков получилась более мягкой, а цвет открыл картину для молодого поколения, которая не привыкла смотреть черно-белое кино. Между тем, этот факт вызвал горячие споры. Сторонники колоризации называют ее одним из удачных способов сохранения кинонаследия. А противники считают, что это варварское надругательство над киноклассикой, которая должна оставаться в первозданном виде. И все же большинство зрителей сходится во мнении, что каждый сам вправе выбирать, какой именно вариант смотреть. И скандал вокруг этой темы просто раздут. Стоит сказать, что актеры, сыгравшие главные роли в картине, не расстаются со своими образами до сих пор. В рамках киноконцертной программы «Снова в бой идут одни старики» на протяжении многих лет они выступают на День Победы в разных городах Украины. Киношные летчики-истребители периодически собираются вместе. Делятся новостями, вспоминают о прошлом и обязательно несут цветы к памятнику незабвенного маэстро. А еще стараниями артистов и просто неравнодушных людей были собраны архивные материалы и воспоминания о фильме и его создателях, которые вошли в книгу «Будем жить». Несмотря на возраст, неугомонные истребители не утратили свой боевой запал и даже планируют снять еще один фильм о поющей эскадрилье. Правда, спешат уточнить, что это будет не ремейк ленты «В бой идут одни старики», а история о том, как сложились судьбы актеров с ноткой художественного вымысла. И, конечно же, дань памяти Леонида Быкова. Ведь именно он создал на экране единый образ поющей эскадрильи как главного персонажа, в котором собрал представителей разных национальностей. Ну, а я из Таврии, юг Украины. И не важно, кто из какой страны, важно то, что все они братья, объединенные общей идеей победить врага. Возможно, современному поколению стоит поучиться у стариков, дружить, любить, заботиться о ближних, не падать духом и поддерживать друзей, вместе достигая поставленных целей. А главное – помнить, какая цена была заплачена за победу. Редактор субтитров А.Семкин